Размер не имеет значения. Статья на РТ за 1 апреля 2020 года. Анна Шафран. Российский МИД отреагировал на вступление бывшей Югославской Республики, которая с недавнего времени называется Северной Македонией, в НАТО. 27 марта эта страна официально стала 30-м членом Альянса. Соответствующий официальный комментарий появился на сайте Министерства. Процитирую, самое, на мой взгляд, главное. Интеграция Северной Македонии в НАТО, самопровозглашенный Альянс Демократии, с момента заключения в июне 2018 года преспанского соглашения с Грецией сопровождалась множеством процедурных и законодательных нарушений. Напомним, что в соответствии с национальным законодательством, явка на референдуме по вопросу вступления в Евросоюз и НАТО 30 сентября 2018 года оказалась недостаточной для признания его состоявшимся. Достоянием общественности стали случаи различного рода вмешательства во внутренние дела страны, вплоть до шантажа и запугивания. Все это прошло незамеченным у наших западных партнеров, которые обычно щепетильно относятся к тонкостям соблюдения законодательных процедур. До того, также, невзирая на нарушения в НАТО, запихнули Черногорию. А в 1999 году натовские бомбардировщики бомбили черногорские города наравне с сербскими, а теперь нам пытаются доказать, что черногорцы забыли, простили и массово проголосовали за вступление в НАТО. Ну-ну, конечно, очень показательно, что в тот момент, когда весь мир борется с коронавирусом и его последствиями, когда все граждане США в первую очередь в ужасе от нехватки средств и оборудования, когда многие страны оказались на грани разорения дефолта, маленькая Северная Македония пафосно вступает в НАТО. Да-да, понятное дело, что документ готовился долго и решение не было принято в одночасье, безусловно, этому предшествовал долгий процесс переговоров и подготовки. И дата была оговорена заранее, когда мало кто предполагал возникновение пандемии, но в условиях, когда треть планеты уже на карантине, а остальные готовятся, подобные шаги смотрятся как-то комично и очень странно с точки зрения здравого смысла. Напомню, что Италия, одной из стран-основательниц НАТО, оказывает помощь российские военные, а не натовские и не американские. Самим США помогают не друзья по НАТО, а как сами американцы формулируют в своей доктрине безопасности заклятые враги России и Китая. Более того, в условиях, когда на борьбу с главной мировой угрозой Курана-апокалипсиса нужны огромные деньги, Ацкопье требует в связи с вступлением в НАТО срочно повысить расходы на оборону и закупать американское оружие и военную технику. В тот момент, когда все ответственные политики говорят о том, что мир должен объединиться для борьбы с общей бедой, НАТО, наоборот, создает в Европе все новые и новые разделительные черты. Впрочем, какой смысл писать о морали, это в данном контексте уже скучно. Да и мораль у натовцев исключительно гатентоцкая. Я украл корову хорошо, у меня украли корову плохо. Давайте вспомним о здравом смысле. Что получает США от вступления Северной Македонии в НАТО? Еще одного вассала, который, включившись в Союз, вынужден будет полностью подчиняться и платить дань в виде закупок американского вооружения. Что получает Северная Македония? Иллюзию безопасности. Потому что уже ясно, ни за кого НАТО и США заступаться в случае возникновения кризисной ситуации не будут. Пресловутая пятая статья устава НАТО нужна исключительно для проформы. Это стало очевидно после того, как Турции велели самую разбираться в своих проблемах в Сирии. То есть Северная Македония за большие деньги приобрела просто клубную карту, за которую нужно будет ежегодно аккуратно и в срок платить на все услуги, по которой заморожены. Надо быть слепым, чтобы не заметить. Мир меняется и стремительно. Призрачно все в этом мире бушующим. Уже в конце этого года мы будем жить в совершенно другой посткоронавирусной реальности. Старые парадигмы уже очень скоро будут совсем не актуальны. Надо быть очень недальновидными, ригидными и неадаптивными, чтобы в подобной ситуации действовать, как Северная Македония. Успешными в этой новой реальности, как всегда, будут страны, которые умеют адекватно отвечать на вызовы и приспосабливаться к стремительно меняющимся условиям. В этом залог успеха и личности, и государства. Побеждает тот, кто для этого имеет волю, обладая одновременно необходимым опытом, навыками и знаниями. Проигрывает, продолжающий двигаться по старым рельсам. С другой стороны, все логично. Вы слышали что-нибудь о выдающихся успехах Северной Македонии и этой территории в новейшее время? В экономике, политике, культуре вряд ли. А чего ждать от маленькой страны, в столицу которой из большинства мировых столиц даже до начала коронавирусного кризиса было невозможно долететь напрямую, только на перекладных, потому что, видимо, не было спроса? Спросите вы. Я отвечу, что размер не имеет значения. Взгляните на Северную Корею и все станет ясно. Не самая, мягко говоря, большая страна с не самыми серьезными ресурсами, однако заставила себя слушать и слышать целый нравственный камертон и вершителя судеб мира США. Или, если вам не нравится Северная Корея, то посмотрите в другую сторону, на Швецию. Не входит ни в какие блоки и при этом уже несколько столетий процветает и не участвует ни в каких войнах. Воля и целенаправленные действия вот что имеет значение. То, что есть у Северной Кореи, Швейцарии и многих других небольших стран. И то, чего нет у Северной Македонии и других восточноевропейских стран, которые в последние годы послушно и добровольно склонились перед НАТО. А вообще НАТО в нынешнем виде очень напоминает динозавра. У этих рептилий, как известно, была очень медленная нервная система и в результате, когда хищник уже дожевывал хвост диплодока, он только это осознавал и начинал поворачивать голову. Сейчас в роли хищника не внешняя угроза, а коронавирус. Но руководство НАТО продолжает совершенно рептилиим упрямством твердить о том, как всем странам мира угрожают Россия и Китай. Увлекательнейший спектакль разворачивается на наших глазах. Что ж, пожалуй, не стоит мешать. Анна Шафран. Размер не имеет значения.